Валерия Грищенко Летний период – это, как всегда, много работы с несовершеннолетними, поскольку у них каникулы, ребята более вольно себя чувствуют. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашего отдела, чем вы занимаетесь, кто ваши подопечные. В центре мы занимаемся общим расследованием преступлений, в том числе и расследованием преступлений, где у нас несовершеннолетние подозреваемые. Вообще к несовершеннолетним подозреваемым мы относим лиц, которые на момент совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. По общим правилам уголовная ответственность наступает с 16 лет. На честь 2-й и 20-й УК РФ содержит в себе ряд преступлений, из которых уголовная ответственность наступает с 14 лет, такие как убийство, причине вреда здоровью, грабеж. Ну вообще, как показала практика в нашем регионе, какие чаще всего встречаются преступления, совершаемые несовершеннолетними? За истекший период 16-го года в целом в подразделении притонского высадознания было возбуждено 16 уголовных дел с несовершеннолетним подозреваемым. В том числе они были возбуждены по кражам, причинению вреда здоровью в различной тяжести. В частности, отдел полиции номер один возбудил 3 уголовных дела в отношении совершеннолетних за истекший период 16-го года, то есть с января по июнь. Надо заметить, что все дети, которые привлекались к уголовной ответственности, были из благополучных семей, имели хорошие характеристики с места учебы и в целом были положительными детьми. А вот динамика у нас вообще какая по сравнению с таким же периодом прошлого года, например? К сожалению, динамика растет, что совершается больше преступлений с совершеннолетними. А с чем это связано, по-вашему? Возможно, это связано с тем, что всеобщая дозволенность, где-то родители не смотрели, где-то наши упущения как органов полиции. Но вообще, я скажу, что год на год не приходится, что когда-то больше, когда-то меньше. То есть там варьируется незначительно, да? Ну да, получается небольшая разница. Но вот вы сказали, что ребята были в основном из полных благополучных семей, то есть сейчас это уже бловство какое-то скорее, да? Ну, скорее, да. Что ребята играют в компьютерные игры, им интересно попробовать что-то в жизни, поймают, не поймают. Какая-то, наверное, преступная романтика у них в голове. Действительно, вот исключительно романтика. А вот из неблагополучных семей там что, там профилактика лучше или как? Из неблагополучных семей, такие у нас обычно идут уже надзорники. Те, кто стоят на надзоре в органах ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних защитий их прав, в школе на счетах стоят. С ними работают психологи, сотрудники наших органов полиции, с школы. Держим профилактический учет, ну и пытаемся воспитать, перевоспитать. Вознависим с родителями, что пытаемся родителей тоже поставить. Но с родителями тоже большая работа ведет, да? Да, с родителями проводится очень большая работа, потому что от родителей очень многое что зависит. Как ребенок себя ведет, учится он или не учится, чем занимается на досуге. Ну и, соответственно, вы профилактический беседственный проводите. Обязательно. А массово проводят, то есть, например, какие-то открытые уроки в школах, в лагерях? Нет, это входит в наши обязанности, что мы проводим открытые уроки в школах, мы ездим по лагерям, где-то детские образовательные учреждения. Ну и, соответственно, мы взаимодействуем со СМИ, даем интервью, рассказываем о нашей деятельности, о преступлениях и что за них бывает. Ну, возможно, больше на родителей, потому что родители имеют большое воздействие на детей, так как показывает, что дети и из неблагополучных семей, и из благополучных, для них идеалом являются родители. Как себя родители ведут, так и поведет себя ребенок. Ну вот вы сказали, что у вас налажено взаимодействие с органами ИПДН, да? Вот с кем еще и каким образом налажено взаимодействие? Ну, вообще, когда дело только возбуждено в отношении несовершеннолетнего дознавателя, в частности, то есть мы, в течение трех суток, либо незамедлительно, направляем информацию об этом в территориальные органы, в школу, и дальше уже держим их в курсе. А сотрудники органов ИПДН в течение пяти суток или незамедлительно направляют нам справки о несовершеннолетних, в том числе они там указывают возраст ребенка, где учится, какая семья, условия жизни, кто из родителей на него влияет, не влияет, товарищи, друзья, досуг, то есть полную информацию о несовершеннолетних. Преступление совершено, да? Да. Вот расскажите, пожалуйста, об особенностях расследования уголовного дела. Как только преступление совершено, в первую очередь мы останавливаем возраст несовершеннолетнего, дальше его место жительства, с кем он проживает, полная семья, у него неполная, кто из родителей на него оказывает влияние, воздействие, где обучается. Также мы устанавливаем, мог ли ребенок во время совершения преступления осознавать свое деяние. Если имеются какие-то сомнения, то, что мог он, а основатель не мог, мы назначаем судебную психологу-психиатрическую экспертизу. Это все? Ну, в принципе, да. То есть мы собираем все характеризующие данные на него. Со школ, с места жительства, то есть от органов ПДН, опять же, то есть все, что может его охарактеризовать. Общаемся с кругами его друзей, что кто, как и зачем-то так было на совершение преступления. А можно ли прекратить дело на стадии расследования еще? Да, дело на стадии расследования может быть прекращено. Если дознаватель в ходе расследования уголовного дела по делам небольшой и средней тяжести, приходит к выводу, что исправление совершеннолетнего может быть достигнуто без применения к нему уголовного наказания, то есть без направления дела в суд. То согласие прокурора дознаватель выносит постановление о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего и направляет к обязательству в суд. А при ней какому несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия, которые предусмотрены в части 2 статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но это проводится при условии, если несовершеннолетний подозреваемый согласен. Что вообще такое понятие принудительные меры воспитательного воздействия? Что это подробнее? Под меры принесенного воздействия у нас в принципе понимаются такие специальные меры, которые предназначены для исправления несовершеннолетнего подозреваемого, его перевоспитания, предупреждения о совершении им новых преступлений, то есть полной профилактики, без привлечения такого лица к уголовной ответственности или без применения к нему уголовного наказания. Вообще в этот перечень он в принципе небольшой, это меры воздействия, но сюда входит предупреждение, то есть дознаватели, органы ПДН рассказывают подозреваемым несовершеннолетним, а что он совершил, какие могут быть последствия, если он повторит свое преступление. И что будет дальше, если он совершил какое-либо другое преступление. А вторая мера это передача под надзор родителей или лиц, изменяющих либо государственные органы. Но тут как раз больше идет вопрос с теми, кто занимается ребенком, кто за него в ответе. То есть беседы, профилактики. Ну в принципе это рассказывается, как должен ребенок находиться под надзором, что нужно за ним следить, когда он ушел, во сколько он пришел, чем он занимается. Следующая мера это возложение обязанностей за клавиат, причиненный вред. Эта обязанность налагается на ребенка при условии, что какая у него материальная обеспеченность, что зарабатывает ли он сам, если он 16 лет, допустим, работает, или обеспечены ли его родители. То есть с учетом имущественного положения совершеннолетнего и наличия у него соответствующих навыков труда, если это как-то возможно сделать. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Это следующая у нас мера. То есть на усмотрение суда, там уже, что можно делать ребенку, что нельзя делать ребенку, куда ему можно ходить, куда нельзя ходить. Чем он в принципе имеет право заниматься, а чем нет. То есть, например, наложить за пред, заниматься в каких-то определенных секциях, которые могут ответственно на него воздействовать. Потом, впоследствии. Такое вот наказание своеобразное, а нечего, да? Ну, может быть, да, что наложить в него запрет. В том числе запрет посещения определенного, после определенного периода времени улиц. То есть после 10.00, после 21.00 часа. Как-то так. То есть просто какое-то определенное ограничение, которое должно... Ограничение его свободы передвижения. На воспитание должно повлиять. Ну, дальше у нас по пункту что идет? Ну, в принципе, можно сказать, что если дело все-таки было направлено в суд, то наказание не избежать. И к несовершеннему, такие наказания приняются как штраф, то есть опять с учетом материального положения семьи, лишение права заниматься определенной деятельностью, очень похоже на то, о чем мы говорили, обязательная работа, исправительная работа, ограничение свободы. И лишение свободы на определенный срок, который является самым строгим наказанием, ну и самым, соответственно, нежелательным. Применяется только к ярмаристу девиста несовершеннолетнего. Так, ну я надеюсь, что в ближайшее время вы подведете все-таки итоги первого полугодия вашей работы, и они будут положительными. Ну, будем надеяться, что все дети, которые были привлечены, что все исправятся и больше такого не совершат. Да, пусть хорошо себя ведут. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Очень полезная беседа была. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова